Шепелев оказался причастным к трагедии обманутой Цымбалюк-Романовской. Для Дмитрия Шепелева 2019 год был крайне напряженным. Телеведущий даже признавался, что мечтает покинуть шоу Первого канала на самом деле. Шоумену стал вести скандальную передачу, ему надоело спрашивать у гостей студии кто отец ребенка. Между тем программа пользуется устойчивой популярностью среди зрителей. Народ хоть и понимает, что скорее всего шоу на самом деле являются постановочными и все диалоги прописаны сценаристами, с удовольствием проводят вечер в компании Шепелева экспертов и одиозных гостей. К слову, именно гости ток-шоу и делают телевизионщикам рейтинги. Чего только стоит основатель группы ННН Барри Алибасов. Продюсер сам ходил в студию Шепелева как на работу, и единственного сына бизнесмена Барри Алибасова гладшего хожу подключил к съемкам. Отметим, что именно в эфире на самом деле. Выяснилось, что громкая история с отравлением продюсера группы ННН жидкостью для прочистки труб. Грандиозный обман. В студии ток-шоу была опубликована переписка Алибасова с врачом. За месяц до нашумевшей госпитализации и якобы искусственной кома Барри стороны обсуждали детали этой громкой пиар-акции. После сенсационного разоблачения музыкальный деятель вновь появлялся на первом канале. Шоумен проверял является ли Барри Гладши его биологическим отпрыском. Редакторы шоу организовали проведение генетической экспертизы. Итог исследования, который зрителям казался очевидным из без теста ДНК из-за скожести героев, подтвердил отцовство шоумена. Ролик прилагается с длительностью 54 минут, в описании. Результаты генетической экспертизы из рук шоумена Дмитрия Шепелева получил и вокалист Прохор Шаляпин. Некая Татьяна Гудзева утверждала, что певец, отец ее новорожденного сына Федора, новоиспеченная мать заявляла, что Шаляпин изменял с ней своей возлюбленной пианистке Виталине Цамбалюк-Романовской. Хоть Прохор и отрицал свою связь с Татьяной, результат теста говорил сам за себя. Артист является биологическим родителем мальчика. Интересно, что почти сразу после выхода шоу отношения Прохора Шаляпина и Виталина Цамбалюк-Романовской закончились. Так Дмитрий Шепелев оказался причастным к личной трагедии обманутой пианистки. Ролик прилагается с длительностью 54 минут, в описании. В студии «На самом деле» появлялся и пока еще муж Валиты Милявской Дмитрий Иванов. Тренер по сквашу на детекторе лжи пытался доказать, что его интрижка с космикологом из Беларуси не является изменой. Иванов говорил, что этот роман начался уже после его расставания с Милявской. В студии «На самом деле» тренер по сквашу признался, что его брак со звездой начал разваливаться два года назад. Он говорил, что в 2018 году почти не занимался сексом с женой, а в 2019 году интимной связи с Лолитой у него вообще не было. Как выяснилось, кризис в отношении пары начался после того, как артистка отказалась заводить с ним совместного ребенка. Ролик прилагается с длительностью 56 минут, в описании. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. А как же Плющенко? Стало известно о новом мужчине в жизни Рудковского. Страдает от боли. В звезде Аншлага поставили страшный диагноз. Пляски на костях, безумные миллионерши и спортницы, жидкая латханалия в гостях и молоко. Украина лишится важного права в 2020 году. И многое другое.